Великий Архимед мечтал о таком рычаге, с помощью которого можно перевернуть мир. Для поднятия нашего сельского хозяйства нужен рычаг не меньше. Да где он? В Канаде сельским хозяйством окей. Может быть, им известен этот секрет. Мы в Атаве, канадской столице. Здесь работает человек, который знает все о сельском хозяйстве страны. Мы идем к его превосходительству Чарльзу Мейеру. Аграрному министру и фермеру. Еще в Москве мы поняли, для плавания в море сложных вопросов необходим опытный лоцман. А вот и нужный нам офис. Не повезло. Сегодня суббота. И уикенд министр проводит на своей ферме. В провинции Манитоба. Чем лучше наш путь туда. Дорога не ближняя. Зато есть время кое-что объяснить. Есть десятки развитых стран, где с сельским хозяйством полный порядок. Отчего же тогда Канада? А потому что почти все российское. И климат, и ландшафт, и даже зоны рискованного земледелия. Одного нет. Продовольственной проблемы. Зато есть 318 тысяч семейных ферм и ни одного колхоза. Короткая справка. Один канадский фермер кормит больше ста человек. А наш труженик села 6-8. Что же они за люди такие, эти фермеры? А вот и один из них. Министр Мейер. Очень приятно вас видеть. Приветствую вас в Канаде. Вот моя дочка Холли. Да, я Холли. Перед вами моя семейная ферма. Министр, мы вас искали в министерстве, а вы здесь. Я все-таки фермер, хотя и политический деятель. Но моя первая любовь это ферма. Я покажу и то, что в поле, и то, что здесь на ферме. Мой отец был фермером, и я фермер. Вообще вся моя семья занимается фермерством. Мы выращиваем картофель. Это главная культура. А мы также выращиваем крупный рогатый скот и пшеницу. Как же нам не выращивать, пошутил министр, когда Советский Союз наш главный покупатель. Выращивать здесь и овес для скота. Почва на этих полях легкая, для пшеницы непригодна, а для овса самый раз. Вот этой косилке 15 лет. Знаете, она уже почти может голосовать. Ведь в Канаде голосуют с 18. Чарльз Мейер, человек с юмором. Главная культура на ферме министра картофель. Да это и понятно. Легкие почвы для картофеля то, что надо. Покупает картошку у Мейера, у его соседей, известной фермы Макдональд. Это говорит о качестве продукции. Вот съедите вы сырую картошку, а министр ест, уверен, что не отравится. А вот этому мотору уже, наверное, 60 или 70 лет. Он не только может голосовать, а, пожалуй, и пенсию получать. Моторы этой конструкции очень выносливы. Уважаемый министр, что такое семейная ферма? Для нас сегодня очень важно, по какому пути двигаться нашему сельскому хозяйству. Фермерское хозяйство имеет будущее? Семейные фермы – стержень Канады. Процесс заселения начинался с семейных ферм. С тех пор фермы стали больше, но всегда их основой была семья, или даже один человек. Не думаю, что это изменится в будущем. И убежден, что причина высокого уровня нашего сельского хозяйства в том, что оно основано на семье. И поверьте, мы, фермеры, занимаемся этим делом не только ради больших денег. Нет, нам это нравится. И мы гордимся своим делом. Я убежден, что и в будущем аграрное дело будет основано на семейной ферме. Ну что ж, поедем знакомиться с канадскими фермерами. Министр дал нам карбланш, любая ферма, любой провинции. И подумав, мы решили поехать туда, где уже были три года назад, в Альберту. К старым знакомым Монике и Стэну Лавалеем. Почему? Нам представляется, что у них, что называется, типичной крепкой фермы Канады. А впрочем, убедитесь сами. А вот и сам хозяин. Что-то новое. Три года назад этого пруда не было. Вообще, между нами Стэн большой оригинал. Всегда что-нибудь придумает. И основной работы ему, видимо, мало. Сегодня он ловит форель в рукотворном пруду. А в прошлый раз удивил другим хобби. Великолепным мастерством механика-реставратора. Трудно поверить, что этот чудо-форт был грудой ржавого металла. И уж невольно напрашивается вопрос. Где он, изнуренный, неразгибающийся фермер? Как не похож Стэн на этот стереотип нашей пропаганды? Впрочем, это лирика. А теперь к делу. А дело у Лавалеев большое. Стэн зерновик. И потому первый вопрос. Как урожай? Если судить по этим волкам, вроде неплохой. Этой весной у нас было много дождя. А зима и пшеница взошла дружно. Хорошо завязали зернышки. Тогда нам казалось, что урожай будет высоким. Но ни в июне, ни в июле дождей не было. Зерна не набухли. Вот рост и прекратился. Хотя бы еще три дюйма дождя. Так что в этом году у нас будет средний урожай. Но мы удовлетворены. Лавалеи выращивают зерно на семена. Причем элитные. У них свой заводик по обработке семян. Кстати, спроектированный самим хозяином. Да и в значительной мере построенный. На ферме 800 акров своей земли. И столько же арендуемы. Вдумаемся в суть. Два человека на 700 гектарах. Причем в зоне рискованного земледелия. И не тебе главбуха, завкома и агронома. Да еще остается время на всякое хобби. Понятно. Без отличной техники и отменной организации труда Стэну и Монике совсем этим не управятся. Здесь взвешиваем семена. Заполняем этикетку. Записываем, сколько весит мешок зерна. И таким образом знаем, сколько мы продали. А вот это коллекция шапок. Как кто-то сказал мне, за каждой шапкой в общем стоит лицо. Это шапки людей, с которыми мы имели дело. Большинство наших клиентов местные фермеры. Да, такое дело с нуля не начнешь. Стэн, а с чего ты начинал? Эта земля не всегда принадлежала нам. Мы начали с того, что брали ее в аренду. Много лет выплачивали за эту ферму. Мы здорово потрудились, чтобы выплатить. Зато теперь это земля наша. И для нас это очень важно. Частная собственность это стимул для того, чтобы работать более усердно. Если земля не твоя, а взятая в аренду, то в нее вряд ли станешь вкладывать деньги на улучшения, постройки зданий, потому что она принадлежит кому-то другому. Частная собственность. Признаемся, советское ухо с трудом привыкает к этим словам. Стэн, а кооперацию ты совсем отрицаешь? Ну, мы люди не кооперативные и против кооперативных ферм. Мы усердно работаем и хотим, чтобы наши вещи нам принадлежали. Я не хочу делить технику с кем-то другим. Я хочу быть самостоятельным фермером. А кооперативы по снабжению и реализации признаю. Итак, Стэн, все у тебя окей и новый проблем? Ну, проблемы большие. Главное для Моно и для меня в том, чтобы идти в ногу со временем. Сейчас мы вступили в век компьютеров. И для нас с Моной трудно постичь это. Особенно в нашем возрасте. К новому надо приспосабливаться. Познать компьютеры трудно. Не менее трудно изучить маркетинг, сбыт. Ведь каждому приходится заниматься сбытом своей продукции. Разобраться во всем этом, поверьте, нелегко. Мотайте на ус, советские фермеры. Человек на ферме должен быть универсалом. Знать оградела, механику, экономику. Должен учиться всю жизнь. Времена на ферме меняются, техника меняется. Надо постоянно следить за новинками. Не надо бояться усердно работать. Не надо бояться риска. Фермер должен быть готовым ко многим разочарованиям. Зато какое удовольствие, когда соберешь хороший урожай. Из советов Стэна запомнился такой. Очень важно выбрать размер фермы. Слишком мала, себя не прокомишь. Чрезмерно велика, не потянешь. Надо учесть и то, что техника дорогая, высокопроизводительная. Для малой площади ее использование нерационально. И все-таки начинать надо с небольшой. И двигаться вперед, не залезая в серьезные долги. Спасибо, Моника. Спасибо, Стэн, за науку, за советы. Стэн и Моника знают свое дело. Но даже они многоопытные. Зависят от Господа Бога. Проще говоря, от погоды. И главная их забота влага. Зона-то рискованная. Да и в других зонах хорошо иметь поливные земли. В Канаде этим заняты и фермеры, и правительство. А фермер-министр тем более. Здесь протекает ручей. И нам здорово помогли бобры. Они запрудили его. Так что теперь мы используем эту воду для орошения. Этот насос мы купили лет 20 назад. А потом спроектировали систему полива, собрав ее из старого оборудования. И система, представьте, работает успешно. Во время засухи или при ранних заморозках растения остаются здоровыми. В Манитобе, где ферма министра, еще неплохо с влагой. А вот в прериях, где жара и ветер, похуже. Здесь, в провинции Альберта, на ферме Золтана Гергелия, мы увидели продуманную систему полива. Сейчас середина августа. И эта свекла уже тянет на полтора фунта. А ей расти до октября. Это новый быстро растущий сорт. Мы им довольны. Всего у нас под свеклой. 380 акров. Золтан, а смогли бы увеличить свекловечную плантацию? Хватило бы силеных. Можно. Но только путем увеличения квоты. Для этого надо купить дополнительную квоту. А в принципе, нам по силам обрабатывать сахарную свеклу на тысячи акрах. Правда, пришлось бы прикупить техники и нанять еще нескольких рабочих на период уборки. Наша система орошения помогла бы справиться и с большей плантацией. Вообще, у канадцев очень хорошие технологии. Вот пример. У меня 1800 акров пашни под свеклой и пшеницей. А работаю я один. Правда, жена немного помогает. И когда у нас пиковый период, мы нанимаем несколько человек. Без современной технологии и мощной техники нам бы не справиться. Золтан, а что для тебя земля? Только ли источник существования? Для нас земля очень важна. Она кормит нас. Она перешла к нам от родителей. Они приехали в Канаду из Венгрии в 30-х годах. Начинали с 15 акров, а сейчас у нас 1800. Она будет кормить и наших детей. Я чувствую любовь к этой земле. Она является и моим будущим. Я раньше жила в городе, а теперь полюбила эти открытые просторы. Очень горжусь тем, что мы можем кормить людей во всем мире. И ваших людей, и ваших детей тоже. Золтан, у нас бы тебя назвали капиталистом. Да, я считаю, что я капиталист, потому что я работаю сам для себя и на свою семью. Может, мы немного и капиталисты. Но чем больше мы работаем, тем больше мы получаем дохода для себя. В понимании Золтана капиталист – просто хороший хозяин с добрым доходом. Вы, очевидно, заметили и лавалей, и Золтан аграрий Божьей милостью. Откуда это все у них? Как и где готовят в Канаде таких фермеров? Федеральное правительство вместе с провинциями вкладывает немалые деньги в обучение. У нас система провинциальных сельскохозяйственных представителей. Эти специалисты разбросаны по всей стране. Они имеют прямой контакт с фермерами и широко консультируют их по всем вопросам. В Канаде существует целая сеть экспериментальных ферм под федеральным руководством. Есть фермы побольше, которые производят зерновые, а те, что поменьше, занимаются животными. Так что правительство играет значительную роль в подготовке фермера. Я думаю, эту роль правительство будет играть всегда, потому что фермеру трудно самому проводить с животными эксперименты или испытывать разные культуры. Да, фермер в Канаде не в пример нашему. Действительно в центре внимания многих организаций и ведомств. И, конечно, науки. Слово ученому научно-исследовательской станции Ярославу Луцуку. Главная цель нашей организации защита земли, защита почв от деградации. Кроме того, мы заботимся о том, как украсить территорию фермы. Наша станция предоставляет разные материалы для лесозащиты против ветровой эрозии. Мы поставляем фермерам саженцы деревьев и кустов. Причем бесплатно. Ферма оплачивает лишь за транспорт. Наши специалисты консультируют фермера, как посадить деревья, как опекать их, пока у него не вырастет настоящий лесной заслон, который будет охранять его почву от эрозии. За годы работы станция вырастила полтора миллиарда саженцев. Манитоба. Земли Вальда Твисона. Его ферма прекрасный пример использования лесов для улучшения плодородия почв и собственного увеличения урожая. Возможно, кто-то из соседей посмеивался над лесными увлечениями Вальда. Но вот два года назад, засушливое лето, они собрали по 20 бушелей зерна сакра, а Вальда по 60. А виновники деревья. Вместе с учеными Манитобского университета Вальда разводят в прериях на защищенных от ветра участках капризные культуры. Арбузы, например. Этот арбуз разрезали для съемки. И мы попробовали сладкий. А вообще-то ему еще зреть месяц. Этот сорт клубники плодоносит все лето. В объятиях деревьев поле теплее. И потому на 10 дней раньше Вальда начинает сельхозработать. Большая часть канадской пашни в зонах рискованного земледелия ветровой и водной эрозии. Поэтому о здоровье земли печется вся страна. И правительство, и ученые, и, конечно, фермеры. В Альберте мы познакомились со станиславскими пескодоями. Звучит прямо по-нашему. Возглавляет это почвозащитное общество фермер Рон Хруди. Наша организация создана два года тому назад для того, чтобы информировать фермеров об эрозии почвы. В районе многие фермеры вообще не замечают этой проблемы. Им кажется, что в почве неограниченное количество питательных веществ. Они не понимают, что земля защищает себя шестью дюймами верхнего слоя. А ниже она уже не плодородна. Вот даже такими бумажными салфетками мы пытаемся внушить фермеру внимание к проблеме. Мы раздаем их ресторанам. Эта салфетка о проблеме пыли, ветровой эрозии. А это о том, как вредно сжигать стерню. Мы, Станиславские Пескадуи, призываем фермеров сохранить почву на благо будущих поколений. Многие молодые фермеры неверно обрабатывают почву и отдают ее во власть ветру. И тогда совместно с правительством мы поставили на дорогах вот эти большие афиши, плакаты, которые напоминают о необходимости беречь почву. Наше общество как бы кооперация между фермерами и правительством. У государства и фермеров общая заинтересованность в этом деле. Правительство выделяет деньги на почвозащитную технику. Так что недоверчивому фермеру не надо расходоваться на эти машины. Они поступают в распоряжение членов нашей ассоциации. Мы консультируем фермеров, как перестроить свои машины, чтобы не покупать новую технику. Парадокс. Земля собственность фермера. И казалось бы, пусть у него голова болит. Так нет же. Об этой земле не менее фермера печется государство. Вообще создалось впечатление, что забота о качестве жизни общества главная в политике государства. Наше правительство играет большую роль в контроле за качеством и за производством сельхозпродукции. Все пестициды, все препараты для защиты растений обязательно должны быть одобрены федеральным правительством. Большая часть состава министерства сельского хозяйства занимается государственной инспекцией. Те продукты питания, которые человек покупает в магазинах, проверяются и классифицируются. Основная роль министерства обеспечить качественное производство. И это относится и к продуктам, которые экспортируются за пределы страны. Министр, все это очень интересно. Скажите, пожалуйста, инспекция независимая организация? Все инспекторы служащие канадского правительства. Они независимы от производителей. Мы приехали на бой. Инспектор здесь контролирует весь процесс получения мяса вплоть до разделки туши. Первый пост прием скота. Второй пост проверка крови. Ее сразу же проверяют на бруцеллез. Если что-нибудь обнаружится, все стадо на контроль. Дальше проверка внутренних органов. Тут легче всего выявить аномалии. Если в магазин попадает некачественная продукция, виновник инспектор, и он это хорошо знает. Канадцы считают, что их мясо лучшее в мире. они вправе так утверждать, как-никак, а его покупают многие страны. Нам же интересно узнать, как рождается это самое мясо, как работает фермер-скотовод. Под нами ферма братьев Макдональд, провинция Соскочева. На их откормочной площадке 1500 бычков, да еще на пастбище несколько сот. Мы здесь не впервые. Эти кадры снимались три года назад. Время идет, позади страшные засушливые годы. Они принесли хозяевам не только финансовый урон, но и личную драму. А в тот добрый вечер на лужайке у дома нас угощали традиционным барбекю с зажаренным мясом. Здесь мы и познакомились с кланом Макдональдов. Вот они. Глава клана Бака, младший сын Боб, мать Бет, а вот Кен с дочкой Джилл, сынишка Джо с мамой Кэрол. Было весело и мирно. Потом мы познакомились с фермой, увидели емкие башни для Силоса, отличный кормоцех, где готовятся рационы для животных, большую откормочную площадку. И помнится, вот тут в помещении кормоцеха задали шутливый вопрос. Кто вы, фермеры или капиталисты? Я думаю, что каждому человеку надо платить за его труд. я считаю себя капиталистом. Да, мы стремимся к прибыли, к радости жизни. Я считаю себя независимой личностью. Я нет. капиталистом. Конечно, да, я капиталист. Наша система несовершенна. Кое с чем мы не согласны. Но в целом нам не нужно ничего лучшего. и мы любим жизнь. Мы продолжим быть таким. Мы считаем, что никого не эксплуатируем. Это все зависит от определения слова капиталист. Как у капиталистов, у нас есть общественная обязанность вести свое дело прибыльно. Мы говорили вам, что верим в честность и поэтому не в наших принципах эксплуатировать кого-либо. Вот такими запомнились они нам веселыми, уверенными в завтрашнем дне. И ничто не предвещало распада семьи Кэна и Кэрол. Последние два года были очень тяжелыми. Была ужасная засуха. Обычно мы сами заготавливаем корм для скота. От 40 до 50 бушелей ячменя с акра. А в эту засуху мы вообще не убирали зерно. Пришлось снизить поголовье скота. В поисках выхода из положения мы с братом организовали кампанию по реализации скота. Кажется, это дело перспективное. И мы легко совмещаем его с работой на ферме. что касается личной жизни мы разошлись с женой. Теперь главная моя забота дети. Джо и Джилл проводят половину времени с матерью, половину со мной. Кэн, в неурожайные годы наверное особенно важна роль банка. Конечно. Вся наша жизнь зависит от кредита. Мы должны обращаться с кредиторами как с партнерами. Наши отношения не могут быть враждебными. Кризис, который переживает канадское сельское хозяйство естественно влияет и на семейную ферму. Нас страхуют от колебаний на рынке и в ценах. Нас не бросают на произвол судьбы. Но постоянно полагаться на эти программы нельзя. Конечно. Банки, государства помогают фермеру. Но тут и сам не плашай. Помоги соседа, он тебе. Речь о кооперации, о помощи фермеров друг другу. Канада страна кооператоров. Ферма Кена состоит в финансовом кооперативе, которая помогает фермерам в закупке животных и направляет их скот на кормочную площадку Кена. За плату, конечно. Так что кооперативы добрый союзник, особенно в трудное время. А разве грядущие времена легче? Об этом лучше может знать многоопытный Бако Макдональдт. Мне кажется, что будущее семейной фермы ограничено. Если не произойдут перемены и нам не начнут по-настоящему платить за продукцию, то не станет никаких семейных ферм. В будущем, вероятно, возникнут какие-то кооперативные фермы и корпорации. если народ не поймет, что надо сполна платить за то, что он ест, мы не сможем продолжать. Мы занимаемся откормом скота уже 15 лет и за это время ни разу не повышались цены на нашу продукцию. А между тем, стоимость техники все время растет. Я с этим согласна. Нам очень трудно и положение надо изменить. А хотелось бы вам, чтобы внуки стали фермерами? Нет, если положение не изменится, то нет. Они не захотят жить на грани бедности, как мы живем. Скажи, Джо, последуешь ли ты примеру отца? И да, и нет. А ты Джил? Я, да. Я хотела бы. Мы подметили, там, где дела на ферме окей, ребенок отнюдь не против пойти по стопам родителей, а там, где худо, его, естественно, не манит нелегкой жизни фермеров. Заметили и другое. Фермеры, даже преуспевающие и оптимисты, любят поворчать. Денег, мол, цены, мол, скверные, субсидий мало. Впрочем, они знают эту свою слабость и легко подтрунивают над собой, сочиняют о себе анекдоты. Вот такой, например. Теперь фермеров хоронят не глубже шести дюймов. Так легче протянуть руку для просьбы. Понимаете, чтобы рука была ближе к поверхности. Макдональды сильные, ребята. Таких трудно выпить из седла. Удачи вам. До встречи с Макдональдами мы представляли государство как доброго дядюшку по отношению к фермерам. А тут мудрый опытный Бака обвиняет правительство, мол, намеренно не увеличивают цены на зерно и сельхозпродукты. Что вы скажете на это, министр? Дело в том, что мы производим продукцию, значительно превышающую наши потребности. Канада экспортирует 80% производимой пшеницы. Если бы мы потребляли 80% произведенного, тогда можно было бы поднять цены на продовольствие. Вряд ли это понравилось бы потребителю, но мы могли бы держать ситуацию под контролем. А когда мы экспортируем 80% производимой пшеницы, то очень зависимы от мирового рынка, где цены невысоки. Если наш хлеб стал бы на рынке дороже, его никто бы не купил. Значит, любая прибавка фермеру за бушель должна оплачиваться государством, как это делают в США. Но мы не столь богаты. Проблем в канадском сельском хозяйстве много. Какова стратегия вашего правительства? Главная задача правительства поддержать фермера, помочь ему принять правильное решение. В этом главная причина нашей высокой производительности. Правительство не вмешивается в дела фермера, не говорит, что ему делать, почему и как. Сегодняшняя политика правительства основана на четырех столбах. Во-первых, мы стремимся сделать сельское хозяйство более отзывчивым к рынку. Во-вторых, мы учитываем региональные разницы в стране. В-третьих, мы занимаемся охраной окружающей среды, чтобы обеспечить жизнеспособность сельского хозяйства. И, наконец, мы хотим, чтобы фермер стал более независим. Фермер должен в основном полагаться на себе. Симпатичный, однако, автомобиль у министра. Комфорт, мощь, ёмкий кузов. Не иначе, как по спецзаказу выделили. Ну, не будем ёрничать. Такую, а может, ещё и получше машину иди купи. Свободно. Только деньги имей. А для фермера прочный, универсальный, с высокой проходимостью автомобиль необходимая вещь. Смотрим, любуемся и, конечно, грустим. Бросили мы в Россию клич «Иди, народ, фермеры». А что у него есть, у нашего новоявленного фермера? Наше повествование было бы неполным без рассказа о начинающем фермере. С этой целью мы отправились на ферму Брайана Тейлора, что вблизи от Эдмонтона. Этот адрес дал нам в Москве Тейлор Папа, первый секретарь канадского посольства и наш добрый знакомый. Нас встречает самый младший из Тейлоров Алистер, очень самостоятельный человек. А этот постарше Брэндон. Глядя на их родителей, не скажешь, что они уже крепко стали на ноги. О житье бытие начинающего фермера рассказывает глава семейства Брайн. Мы с женой работали на молочной ферме, а потом решили купить свою. Целую зиму искали и нашли вот это. Этот район холнист, к тому же камни, деревья, короче, для зерновых не подходит, но очень хорошо заниматься скотоводством. Мы решили выращивать овец. К тому же выращиваем овощи для продажи. У меня и у жены университетские дипломы. Мы счастливы. Утром встанешь, тишина, только утки крякают на озере. А главные наши проблемы финансовые. Трудно зарабатывать деньги на ферме. Приходится подрабатывать. Не хватает денег для оборота. Надо увеличивать поголовье овец. Продуктивность овощеводства. Надо повышать плодородие почвы. У нас 40 гектаров. На половине сенокосы и пастбища, а другая половина, видите, песок, лес, кусты. Приходится арендовать землю под травы. Сегодня у нас 135 маток, а планируем 500. Вот тогда с экономикой будет порядок. мало времени на все дела. Маленькие дети, им все равно здесь хорошо. Я могу делать, что хочу. Я хозяин. Брайан, наш фильм увидят молодые советские фермеры. Им интересно, как в Канаде субсидируют начинающих? Правительство создало корпорацию для кредитования начинающих фермеров. Фермер может взять заем под низкие проценты. Однако процесс получения ссуд весьма усложнен. Сначала заполняют заявки, потом государственные служащие проверяют тебя. И все это долго. Есть другой вариант. Частный банк выдает ссуду, а гарантом выступает государство. При этом банк снижает свои обычные проценты. Мы пошли по этому пути. Конечно, могли взять долгосрочную суду у правительства под низкие проценты, но не хотелось, чтобы за тобой по пятам ходили инспекторы. Справка. В Канаде начинающий фермер получает от государства льготную суду до 200 тысяч долларов. Времени у Тейлора в обрез. Рук всего две. Зато есть два надежных помощника. Вот один из них спешит. Здорово не облегчает труд хозяина по работе с овечьей отарой. И профессии у собак разные. В этих местах очень много койотов. Они как волки. Из-за этого люди не выращивают овец. а вот эта пиренейская овчарка великолепный защитник от волков и медведей. Она со щенячьего возраста живет с овцами. Ест и спит с ними. И на пастбище сопровождает. А ночью бегает и лает. ни один койот не подойдет. А это колли. Овцы двигаются быстро. Человеку за ними не угнаться. Эту работу выполняет обученный пес. Выгоняет в поле. Там пасет. А потом загоняет в сарай. Они очень сильные инстинкт и его инстинкт это ходить вокруг и привести к мне. Робин, сзади! Вези! Брайан, ты молодой фермер, но кое-какой опыт уже нажил. Чтобы ты посоветовал советским коллегам. Я не знаю, как у вас, а у нас главные проблемы финансовые. Если в вашей стране человек хочет стать фермером, то ему следует знать, где взять деньги. Вообще фермерский труд нелегкий. Беритесь за него, если вам по душе этот образ жизни. Конечно, без помощи государства и общества начинающему фермеру не стать на ноги даже в Канаде. А у нас в стране тем более. О разнообразной помощи канадскому фермеру надо сказать особо. Она проявляется во всем. К примеру, за нефтепродуктами ему не придется стоять в очереди. Привезут прямо на ферму в любом ассортименте и любом количестве. Теперь о технике. Тут просто глаза разбегаются. Всевозможные машины различных компаний словно просят купи. Дилерские конторы мы видели везде, проезжая по автострадам Канады. У фермера шикарный выбор и выбирает он машины тех компаний, у которых хорошая репутация и возможности полного технического обслуживания. Да, великое дело конкуренция. Но это одна сторона успеха, а другая и здесь надо опять произнести важные слова кооперация пулы. Это краеугольный камень. Сегодня без объединения фермеров в кооперативы их деятельность вряд ли была бы успешной. Пулы берут на себя разные функции. Сбыт, приобретение техники и других товаров, хранение продукции до хороших по ценам времен. Купить технику удобрения оптом, а потом продать почти без нацены к своим членам доброе дело кооперации. А прибыль пулов потом вернется в карман фермера. кооперативные банки дают ссуды под небольшие проценты, а иногда и вообще без процентов. Кооперативы надежные помощники в реализации продукции. К услугам фермеров разнообразная информация и такие вот аукционы. Причем покупку можно совершить и сидя дома за сотню миль отсюда с помощью своего компьютера. Государство оберегает интересы фермера. Именно поэтому покупатель, например, мясокомбинат не сможет сбить цену ниже той, которая соответствует реальному качеству продукции. Для справки, в Канаде на мясо идут бычки, откормленные до 560 килограммов. К сведению, советские домохозяева, из мяса коров используется только вырезка. Причем возраст корова не должен превышать двух лет. Куда остальное мясо? Но технические нужды и на консервы кошкам и собакам. подытожим. Кооперация, великое завоевание, благодаря которому сила каждого заметно возрастает. Высокое качество это не только бизнес, но и престиж фермера, его профессиональная гордость. Каждое лето в Калгари красочный праздник фермеров. Суть его смотр достижений в племенном деле. своеобразный отчет фермеров перед обществом. Ни один праздник не обходится без Родео. Много лет назад Родео родилось как смотр продажи скота. Но со временем вылилось в праздник мужества, ловкости и силы. отчет Забота о качестве продукции – это, если вдуматься, производное от стремления общества к высокому качеству жизни. И стремление это видно в большом и малом. В этих великолепных дорогах, в спокойном комфорте городов и поселков. В сущности, Большая Канада – страна малых на 2-3 тысячи жителей городков. И у каждого свое лицо, своя визитная карточка. Скажем, Алтонов, провинция Манитоба, подсолнечная столица страны. Ее герб – подсолнух. В таком городке, как и в других, для фермеров есть все. Возможность купить, продать, отремонтировать, отдохнуть и просто вкусно поесть в многочисленных ресторанах и кафе. КОНЕЦ Здесь все элементы социальной инфраструктуры. Школы, бассейны, стадионы, больницы, дома для престарелых, церкви. В одной маленькой алтоне 12 храмов для всех духовных нужд верующих. Смотришь на все это и думаешь, как же нам в России надо спешить, чтобы в наших Урюпинсках и Гжатсках жилось так же уютно и привольно. И так хочется уйти от стереотипной серости, стертости наших поселков. КОНЕЦ Здесь поселки, городки запоминаются, ибо индивидуальность и неповторимость своего селения люди продумали, позаботились об этом. КОНЕЦ В радужной палитре канадских красок, признаемся, встречали мы и пасмурные тона. Грустной нотой войдет в наш рассказ истории семьи фермеров из провинции Соскочеван, Боба и Крис Бенманов. Они на краю финансовой пропасти. Крупно задолжали банкам. И как знать, может быть, им придется расстаться с фермой. И потому нет привычных приветливых улыбок на лицах Шона, Боба, Крис и Анжелы. Что же случилось? Земли на этой ферме худые и микроклимат дурной. У соседа льет здесь засуха. А тут удар за ударом шесть неврожайных лет. Ферма Бенманов молочная. Нужно много корма. Страховка давала десять тысяч долларов, а на корм надо сорок. Может, и выдержал бы хозяина. Но беды начались раньше. С первых шагов повел он себя недульновидно. Настроил, как сам рассказывал, дорогих силосных башен. Купил высокобородные стадо. И все это в кредит. А тут не урожай. Бог все глубже увязал в долгах. И тогда решил, продам стадо, куплю поменьше, подешевле, а разницу в счет покрытия долгов. Продал и опять ошибся. Время вышло неурожайное, когда на одного покупателя пять продавцов. И на этом потерял изрядно. Мы уже сжились с мыслью, что потеряем большую часть нашей земли. Мы стремимся, чтобы банк разделил с нами риск. Мы не можем из этого выйти без потерь. Конечно, и у банка будут потери. Мы не перестали банку платить. Они потребовали от нас выплату долга полностью. Буб, если бы ты начал все заново... Я бы, конечно, меньше вкладывал в ферму капитала. Имел бы 35 коров. Сдавал бы часть земли в аренду. Я бы не покупал сам технику, а пытался бы работать в кооперации с другими фермерами. Я не купил бы слишком дорогой скот. Ребята, поставьте себя на место родителей и ответьте. Каким должен быть фермер? Человеку надо быть преданным делу и стараться много работать, чтобы оно шло успешно. И иметь в резерве много денег. Надо уметь деньгами распоряжаться. Нельзя зарывать себя в яму, из которой не выберешься. Впрочем, это случается со многими. Да, это верно. Ребята, а хотелось бы вам стать фермерами? Я хочу стать богатым. Я говорил так же, когда был в его возрасте. Я занялась бы этим, если бы была уверена, что не потеряю все. Друзья, что бы вы посоветовали нашим фермерам? Если будешь фермером, никогда не разбогатеешь. Это дело надо рассматривать просто, как хороший образ жизни. Чем больше общались мы с людьми, тем яснее становилась истина. Фермерство – это скорее образ жизни, чем бизнес. Нет, конечно, канадские фермеры умеют зарабатывать свой доллар. И все-таки преобладает в них привязанность к образу жизни, любовь к земле, к делу. Я думаю, это так. Человеку, выросшему на ферме, приходится рассчитывать только на себя. Чувство ответственности появляется с пеленок. Приходится учиться приспосабливаться, как говорится, вертеться, чтобы работа была сделана. Ты осознаешь цену своей независимости, когда все приходится делать самому. Я думаю, фермерство воспитывает хороших людей. Какая же поразительная сила притягивает человека к своей земле, к своему делу. Мы видели тому немало доказательных примеров. И самым сильным было знакомство в Соскочеване с удивительной личностью, канадской украинкой Ольгой Бабиаш. Мы застали фермеров в период нелегких раздумий. У нас семейная ферма. И когда мой муж умер, мне пришлось вести дела, а дети помогали. Подходит время уйти на пенсию. Надо решать, как быть, продавать ли ферму ребятам или сдать в аренду. Вероятно, Эд будет фермером. Он и сейчас выполняет все главные работы. У меня четыре сына, и всех ферма не прокормит. В Канаде родители, уходя от дел, не просто отдают, а продают ферму детям. В этом есть логика. Человек много лет трудился. Его труд приносил прибыль. Она шла в дело. Ферма богатела. Но в этом извечном круговороте не было времени на себя. И человек не нажил, не отложил на старость кругленькой суммы. Конечно, на хлеб, соль хватит и государственной пенсии. Но пенсионер хочет пожить в свое удовольствие. Общаясь с Ольгой, мы восхищались мужеством и волей этой женщины. Подчас мы забывали, что перед нами парализованный человек, настолько сохранились в ней энергия и жажда жизни. И еще доброта. Ольга помогает сотням людей. Она возглавила Соскочеванский совет фермеров-инвалидов. Совет устраивает выставки техники, переоборудованной для инвалидов. Выпустил специальную книгу. В ней много подсказок о том, как приспособить технику к тому или иному виду увечья. И люди возвращаются к любимому делу, а значит, к жизни. Ольга посоветовала. Хотите получше узнать наших людей? Поезжайте к Мюри-Биделлу, активному члену нашей ассоциации. Мы не раздумывая отправились в путь. Вблизи Реджайны, столицы Соскочевана, ферма Мюри-Биделла. У этого человека нет обеих рук. Но право же, у кого повернется язык назвать его неполноценным членом общества? А больше всего поразили нас не эти мудрые приспособления, которые позволяют Мюри жить и работать. Нет. Поразили его слова. Когда я валялся с оторванными руками, уже тогда подумал, все равно буду работать, потому что люблю ферму, землю люблю. Уже 15 лет вот так управляет комбайном, трактором и другой сложной техникой Мюри фермер-инвалид. И воздадим должное жене Мюри. Это она всегда была с ним рядом, вдохновляла и помогала во всех его делах. Субтитры создавал DimaTorzok Покидая Мюри, очень захотелось сказать нашим инвалидам-афганцам. Смотритесь, парни, в этого человека. Сожмите волю в кулак и обретите веру в себя. Чем больше фермеров в Канаде встречалось на нашем пути, тем крепче становилось убеждение, с такими людьми не погибнет семейная ферма. Об этом шел разговор с Клейтоном Ричардсоном и его сыном Байроном в провинции Альберта. Мы, пятое поколение Ричардсонов, которое возделывает эту землю. Мой прадед начал заниматься фермерством в 1905 году. С него все и пошло. И мы, в свою очередь, хотели бы передать землю черму, моему внуку, то есть сыну Байрона, и сохранить ферму в хорошем виде, чтобы она могла давать внуку возможность зарабатывать себе на жизнь. Последние годы были для нас очень напряженные. В 1988 году была самая тяжелая засуха, которую мы помним. Для справки. Клейтон Ричардсон, бывший летчик. Байрон, его сын, классный механик. От них мы узнали, что в борьбе с засухой и ветровой эрозией они большую ставку делают на современную технику. Землю не утюжат многократными проходами тяжелых тракторов, не пашут с оборотом пласта, сохраняют стерню, накапливают влагу. Поэтому Ричардсоны за минимальную обработку. Отсюда их увлечение комплексами машин, такими, как этот, купленный у фермы FlexiCoyl. За один проход такой агрегат взрыхлит почву, посеет семена, внесет удобрение и все это на заданную глубину, а потом и прикатает. Субтитры создавал DimaTorzok Достоинства этой техники много. Главное, теперь мы можем лучше сохранять почву. Мы оставляем солому, стерню, а сейлка работает в самых сложных условиях, не боясь соломы или влажной почвы. Агрегат создает хорошую посевную грядку за один проход. Система подачи семян и удобрений пневматическое. Другое важное достоинство комплекса большая производительность и в результате экономичность. Раньше нужно было два трактора, две сейлки, два культиватора с катком. Теперь все это делает один агрегат. Посев проходит в то время, когда нужно. Раньше время сева для семьи было очень стрессовым периодом. Чтобы посеять три тысячи акров за неделю, надо было работать четверым, пятерым по 24 часа. А сейчас мы вдвоем делаем эту работу за шесть дней и качество будет лучше. Да, техника дорогая, но земля важнее долларов. Ваша ферма семейная корпорация. Что это дает вам? В 1968 году нам пришлось решать, как разделить наиболее эффективно и справедливо ресурсы и капитал фермы. И тогда мы решили создать семейную корпорацию. И теперь мы считаем, что для нас это подходит. Мы сами себе выплачиваем жалования, являясь как бы служащими этой компании. У каждого своя доля акций. Если кто-то хочет выйти или заболел или, не дай бог, умер, его акции купит семья. Корпорация выгодна для уплаты налогов. А главное в другом. Экономическая и производственная целесообразность. Я один бы не смог купить такую технику, да и на моей доле земли она была бы неэффективна. А теперь, когда вся земля в семейной корпорации, можно хозяйствовать более рационально. Сюзи, мужчины работают, а вы с детьми скучаете вдали от города? Ну, почему? Сегодня утром я возила детей в город на уроке плавания. На машине это примерно 30 минут. В бассейне только мамы и малыши. Я сама учу плавать сына Района и дочку Кент. это наш муниципальный бассейн. И деньги на него мы собирали все. Организовывали даже аукционы. У нас две превосходные больницы и в каждой подгоопытных врача. Эти больницы на 50 мест. Они примерно в 50 милях от нас. когда я езжу рожать у меня отдельная комната. Жду четвертого ребенка в январе. В город надо ехать два часа. Но тут у нас есть все необходимое для воспитания детей. Они могут учиться музыке, танцам, рисованию. Мы привыкли к передвижению на большие расстояния. Да, не будем бояться прописных истин. Та страна богата, в которой зажиточен крестьянин. И теперь самое время задать министру Мейру наш основной вопрос. Так в чем же главные условия успехов сельского хозяйства Канады? Где ваш рычаг Архимеда? Мне думается, что в сельском хозяйстве производственные единицы должны быть относительно небольшими. Такими, как, например, семейные фермы, для развития которых необходимо, чтобы работающий на земле был уверен, что являясь ее владельцем либо наследником, прямо участвует в прибыли. Я думаю, что фермер должен быть собственником своего участка. Могу повторить еще раз. Самые главные условия успеха прямая материальная заинтересованность фермера владельца земельного участка. Итак, рычагом Архимеда здесь оказалась все та же пресловутая частная собственность на землю. Своя земля дает фермеру бесценное право трудиться на ней, получая прибыль кормить себя и других. Только и всего. Как проста и не нова для мира эта мысль. на этом мы и закончим наш первый фильм, основная тема которого экономика фермы. Главной темой второго фильма станет собственно образ жизни канадских аграриев. Любопытная философия фермера, интересные нити его связей с окружающим миром, его отдых и развлечения, аукционы, клубы, соревнования, дела изобретательские и многое другое. Обо всем этом расскажет фильм второй. «Звезда» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok